Всем привет! Начали очередной санузел. Кладем короб из тротуарной плитки, а верхнюю часть штукатурим в одной плоскости для установки ванны. Полочки кладем из блока. А пока наш короб сохнет, мы сделаем облицовку оконных откосов столь необычной плиткой. Друзья, присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Поехали! Итак, чтобы у нас получились одинаковые подрезки, мы заранее все рассчитывали. А подрезку откосов делали по парам для общей симметрии. Так как форма у плитки в виде подушечек слегка горбатая, приходилось применять небольшие хитрости. Все подушечки гуляют в размерах, и подогнать их точно было невозможно. Как подгоняли углы, вы увидите в конце ролика. После того, как мы произвели укладку к окну, штукатурим откосы. Пока сохнут откосы, делаем гидроизоляцию короба под ванну. Итак, как я и говорил, из-за неровной формы плитки, отрезать плитку симметрично было невозможно, так как выпуклость гуляет в размерах. Я взял алмазный напильник и уже на месте корректировал зазор. Кладем на клей. В одном месте все же у меня несостыковка. Подрабатываем плитку. Теперь все четко. И еще небольшая хитрость. Под каждый зазор откоса я подкладываю картон в один миллиметр. В случае, если клей потянет плитку, то сам угол может лопнуть, так как плитка керамическая и не особо прочная. Движением вперед-назад мы подгоняем плитку в одну плоскость. В местах, где не стыкуется плитка, приходилось ее подрабатывать. Для полной уверенности углы фиксируем малярной лентой. Кладем заранее подготовленную плитку. И тоже подрабатываем, уже по факту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стыковка боковой плитки с верхней тоже точилась по факту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы точно повторить структуру плитки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Резать внутренний угол уже не получалось Так как симметрию нам нужно было в другом месте А здесь мы просто повторили структуру плитки И отработали черепашкой Так как материал мягкий, достаточно было применить черепашку зерном на 200 Что в последующем не оставляет сколов После полного высыхания нанес гидроизоляцию Далее устанавливаем ванну На подготовленную поверхность короба наносим силиконовый герметик После чего устанавливаем чугунную ванну После установки ванны Все примыкания заполняем силиконовый герметик Все примыкания заполняем силиконом Так как ножки ванны короткие Мы их установили на тротуарную плитку Далее отбиваем лазерный подстроитель таким образом Чтобы от начала ванны и до конца Расстояние было одинаковым После чего приступаем к укладке Хоть наша ванна стоит на крепких ножках Для подстраховки используем наш старый метод Верхнюю часть перекрытия люка сделали из бордюра На верхнюю часть плитки наносим клей Для лучшего сцепления между перегородкой и ванной В местах примыкания наносим силикон Далее выравниваем полы и штукатурим перегородку После чего подготавливаем плитку Подрезали всю плитку и уклали ее без клея Чтобы подобрать узор А чтоб наша картинка не сбилась Каждую плитку пронумеровали Подрезку к дверям пока не делаем Так как при укладке размер может измениться Всю плитку убираем и укладываем рядом по номерам Чтобы не напутать при ее укладке Предварительно все разметили и разложили После чего приступаем к укладке Для укладки пола я применил СВП Кому интересно ссылка на эту систему Будет под описанием видео А кто закажет через мой промокод Вам будет скидка 10% Субтитры сделал DimaTorzok 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 На данный люк будем устанавливать магнитики Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вначале мы проверим углы откосов Здесь нам надо немного увеличить А с этой стороны наоборот откос завален вовнутрь Скорее всего придется сбивать этот угол Закроем герметично ванну Чтобы в дальнейшем туда не попала пыль А также упакуем коробку упаковочной пленкой Установил оси построитель в нужный нам размер И лишнее сбиваем После чего устанавливаем маяки И производим штукатурку откосов Далее делаем разметку Для лучшей видимости линии Применяем малярную ленту Снимаем фаску И корректируем черепашкой Зерно 200 С другой стороны нам надо повторить стык примыкающей плитки Отбиваем первый ряд оси построителем Край плитки откоса заходит в паз коробки Так как основа была выровнена Достаточно гребенки в 8 мм Зазор между плиткой 1 мм Ну и соответственно фиксируем малярной лентой Угол откоса постоянно контролируем оси построителем Субтитры сделал DimaTorzok Так как плитка не стандартная Нам приходилось корректировать алмазным напильником Субтитры сделал DimaTorzok 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 На съемную плитку мы установили магнитики Перед нанесением силиконовой затирки поверхность обрабатываем мыльной водой Но нельзя, чтобы она попала вовнутрь шва После чего формируем шов Далее брызгаем мыльной водой И снимаем лишний силикон Так как плитка имеет рельеф, дорабатывать приходилось пальцем, чтобы повторить весь рельеф плитки То же самое повторяем с люком Единственное, мы обрабатываем одну внутреннюю сторону, чтобы силикон туда не приклеился Так как люк съемный ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА